Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Юрий Олешников, профессиональный исполнитель на классической шестиструнной гитаре. Сегодня у нас на тесте детская гитара Chord AC200 3 четверти Open Pore. Давайте начнем с названия. Open Pore это значит, что у нас нет глянцевого лака поверх гитары, то есть инструмент получается матовый. Это значит, что к нему вряд ли будут крепиться, например, суппорты на присосках, то есть мы музицировать будем с подставкой. Это достаточно бюджетный инструмент, ссылку я в описании прикреплю, там можно будет актуальную цену посмотреть. И все же гитара у нас с массивной верхней декой. Верхняя дека у нас массив ели, нижняя дека обечайка это ламинат красного дерева, то есть гитара уже обладает динамикой. Стоит отметить, что вот Chord у нас по стоимости сравним с гитарами Martinez. Опять же, у нас на сайте там представлены эти инструменты детские Martinez. И в принципе, вот я бы хотел выделить как гитары Martinez, так и Chord по соотношению цена-качество. Ну, если уж такое сравнение мы начали делать, небольшое. Chord все-таки по изготовлению использует более толстый гриф. То есть гриф у нас здесь немножко потолще. Мне все-таки нравятся более тонкие грифы, но тем не менее, если вы сейчас прямо стоите перед выбором инструмента, стоит обратить на эту гитару внимание. Как правило, у нас получается так, что частенько, если Chord нет в наличии, есть Martinez. Если Martinez нет, есть Chord. Если есть и то, и другое, то тогда, конечно, можно прийти, сравнить и уже сделать самостоятельные выводы. Дальше, по изготовлению. Здесь у нас метки 5, 7, 9 лад. Механика у нас здесь достаточно простая, но инструмент настраивает. Дальше. У нас сейчас будут тесты, наши стандартные тесты, которые мы делаем без приукрашивания, только с динамической обработкой, без всяких дополнительных ревербераций и так далее. Поэтому вы можете из видео в видео сравнивать инструменты достаточно объективно. Хотя, конечно, вот многие наши клиенты говорят о том, что когда вживую приходишь и слушаешь гитару в салоне, конечно, она звучит интереснее. Тем не менее, мы должны такие объективные тесты делать для того, чтобы мы могли сравнить сразу достаточно большое количество гитар. Так, наши стандартные тесты по хроматизму, бас, верхний регистр, ординарио, соль пантичелля, соль таста, флажелеты и аккордика. Давайте слушать. Дальше. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Например, трехчетвертные инструменты ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok То есть это уже очень хорошо Гитара достаточно бюджетная Я знаю, что есть много брендов, которые в этом ценовом диапазоне еще полностью из ламината И тут я могу сделать такую небольшую подсказку Когда вы смотрите описание гитару Если у вас в описании просто, например, написано ель Скорее всего, это будет ламинат То есть в 99% случаев Потому что когда у вас массивная дека То обязательно напишут в описании Массив ели Или массив кедра Поэтому вы можете для себя уже Вот при описании Такое получать Информацию, да, такую получать Потому что очень многие спрашивают Вот здесь же написано там ель Но если не написано массив ели То это будет ламинат Однозначно Ну, такая уловка есть У некоторых продавцов, у некоторых брендов Это нужно знать и просто понимать Я благодарю вас за внимание Благодарю Петра Зайцева за видео и звук Подписывайтесь на канал И узнавайте первыми о новых видеообзорах Классических гитар